Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу объектов общепита. Многие до сих пор полностью не оправились от последствий локдауна. Неудивительно, что рестораторы особые надежды возлагают на новогодние каникулы. Подробности в нашем следующем сюжете. Новогодние каникулы ресторанный бизнес ждет с особыми надеждами. Пандемия коронавируса сильно ударила по посещаемости. Люди, соблюдая ограничительные меры, стали меньше ходить в заведения общепита. Поэтому в предстоящие праздники наверняка постараются наверстать упущенное. Люди, мне кажется, очень устали от этого всего, что творилось в этом 2020 году. И с удовольствием захотят Новый год уже встретить по-новому и с новыми надеждами. При этом пандемия коронавируса все равно даст о себе знать. Во-первых, далеко не все заведения общепита вернутся к прежнему графику работы. То есть новогоднюю ночь можно будет встретить не в каждом кафе да ресторане. А во-вторых, всем придется работать, соблюдая необходимые по нынешним временам требования. Санитайзеры стоят, да. Сотрудники в залах должны работать в масках и перчатках. То есть должны обязательно быть только приточная вытяжная вентиляция, да. Но и обеззараживатели, то есть это ионизаторы воздуха, очистители воздуха. А вот меню едва ли претерпит изменения. В том плане, что в нем не только останутся типично новогодние блюда, типа салат и оливье, но даже говядина, хоть бы и накануне года быка, никуда не исчезнет. Ведь блюда из нее составляют изрядный процент. Процентов, наверное, 40 – это говядина. И причем непростая премиум класса, которую в магазине многие могут себе позволить это купить. Поэтому в ресторане попробовать такие вещи, я думаю, это стоит. А вот на анонсированный многими СМИ поток москвичей рестораторы 31 декабря особенно не рассчитывают. В лучшем случае гости из Первопрестольной, если и потянутся, то во время каникул, после новогодней ночи. Все-таки ее, как правило, все стараются встретить дома.